я здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в ферму и сегодня у нас финалочка этого самого прохождения в которой мы доделаем дела которые не доделали в прошлые разы а также продадим все наше имущество и посмотрим сколько же денег мы заработали в сумме за всю эту карьеру в общем то все как обычно кто-то говорил что я постоянно нелепо заканчиваю карьеры но по крайней мере точно попадался такой комментарий ну я ничего не могу с этим поделать в общем то есть кому-то это не нравится то крестик в правом верхнем углу экрана это ваш вариант значит что у нас происходит на ферме у нас созрели урожай на больших полях растет кофе на маленьком поле растет канала прошло насколько я понимаю три или четыре дня с момента последней серии я в общем-то засеял урожай просто мотал время ждал пока это все созреет вообще ничем не занимался а также друзья построился последний заводик который мы собирались завод чипсиков free to lay и нам в общем то надо его запустить сначала ресурсы электроэнергии есть а почему сюда электроэнергия поступает я же не открывал здесь электроэнергия 0 и разумеется она отключена вообще тут все отключено почему-то странное дерьмо но ладно в общем то да мы запускаем электроэнергию передачу на этот завод в первую очередь но и нужно нам его запустить для того чтобы его запустить опять-таки нужно привести сюда несколько ингредиентов у нас тут три линии на все линии абсолютно нужен картофель канала соль поддоны и электроэнергия на чипс со сметанкой дополнительно нужен еще сыр сметана и сливочное масло на чипсы со сметанкой луком нужен лук но и сметанка да и все ингредиенты у нас есть кроме канала каналу мы по свои посеяли этом давайте запустим уборку кстати после последнего урожая еще требовалась вспашка и я чизелями это дело не проходил потому что но будет меньше урожая как бы и хрен с ним ничего страшного запускаем друзья комбайн в работу также ему в помощь запускаем второй комбайн работать и конечно же третий комбайн тоже запускаем работать спускай втроем быстренько все уберут справиться они должны с этим довольно быстро так что так что не знаю что но не важно ну давайте друзья тогда смотреть что нам нужно на этом заводе из того что в первую часть мы сюда в виде поддона везем это сметана это сыр это поддоны и это сливочное масло все это дело у нас лежит на молочном заводе на наш кроме поддонов но поддоны я друзья уже предварительно забрал и они уже в кузове да так что теперь нужно только лишь по 10 поддонов сметанки выгрузить 10 поддонов с маслом и 10 поддонов сыром а чё это только 7 можно красиво они сразу попрыгали до сыром то мы выгрузили 7 значит еще 3 3 готово тогда собираем все это дело по-быстрому она к нам сюда все прыгает я друзья даже не буду автодрайв вести на завод чипсов там есть точка стройки все будем отправлять просто туда и вручную везде разгрузимся во готово 40 поддонов и на ту стройку давай шуруй сейчас все должно получиться ну и друзья с базы нам нужно забрать еще все сыпучие давайте вот в этого товарища загрузим овощи с картошку и лук картофеля у нас 209 кубов нас на складе лежит это на самом деле довольно мало но это все на тырина я решил что выращивать его самому для этого я не буду вот лука уже побольше мы его когда-то продавали на фермерском рынке но уже давно не и занимаемся этим товарищ загрузился и давай шуруй на тоже назову чипсов потом эти а там разгрузим черт а где наш вот этот вот ман который на 270 кубов его друзья где-то потерял и 100 бы он у меня выключен я вспомнил где он он у меня удобрение загружал я вот эту штуку пытался освободить понятно выгружаем отсюда полностью все удобрения и загружаем сюда соль я вроде как не с той стороны заехал чтобы потом отправить его по автодрайву но это ладно давай друг едь они одну проходку туда-обратно сделали почти пол поле убрали два комбайна это классно конечно три комбайна ладно не пол поле но треть этим временем первый ман уже доехал до нашего завода чипсов поэтому мы его сейчас как раз грузим со всей силы начаться картошечка у нас идет вот сюда пока мы будем разгружать у нас 2 доедет не сильно быстро конечно разгрузка с этого грузовика идет я миллион раз думал прописать туда побольше скорость но что-то как-то вот мне забывалось все время картошечка выгрузилась на эти лучок странно что вообще абсолютно разных местах это все но ладно лучок тоже выгружаем пока у нас там выгружается лук уже приехал и этот товарищ и здесь у нас выгружается сметана сейчас будут багаться поддоны все но не обращайте внимание или они быстро исчезают черт еще и в воздухе остались здынь так с видимо придется их скидывать черт они вообще не туда упали куда должны были вот вроде бы нормально и да их тут половина как раз и осталось так а лук у нас получается не выгрузился весь да его тут меньше вылазит так сыр да то что они в два ряда здесь еще один точно есть его как бы даже вижу просто не долетел опаньки вот так вот ноша поделась так дружище ты тогда давай есть на мой элеватор и разгружайся там так 3 последним он тоже сюда уже доехал который с солью так ты друг давай есть разгружайся и паркуйся а мы продолжаем играться с поддонами час у нас отсюда поддона по вылетаю да не очень удобно сделано но ладно что поделать так надо вперед подъехать а то они не достают сдать все поддоны загрузились и осталось только сливочное масло хотя бы исчезают сразу они высыпаются из поддонов как это обычно происходит так ты у нас живешь на склад сады теплицы так что давай тогда едь туда а мы тогда перейдем вот к этому товарищу который у нас соль привез и соответственно сейчас эту самую соль мы тоже выгрузим на этот самый заводик здесь получается мы привезли абсолютно все кроме канолы канала у нас собирается еще ну в общем то и пойдет все высыпалась отлично но этого товарища это тоже отправляем на парковку давай друг едь паркуйся комбайнам еще работать 17 минут в общем то ждем тогда хотя с другой стороны чё ждать то мы друзья разгружаем эти самые комбайны вот этот трактор 140 кубов у него вместимость ман здравствуйте так вот разгружаем все комбайны и везем каналу и завод соответственно будет работать ну и вот комбайна практически пустые прицеп наполнен на эту каналу можно смело везти на завод чипсиков что мы в общем то и делаем давай друг едь вези катайся кстати друзья что у нас золотом она опять остановилась вода не закончилась опять забилась галька я понял золото в общем-то 9 кубов мы тут она промывали не закончилась галька забилась если я сказал закончилась так вот 9 кубов мы здесь на промывали я предлагаю все-таки попробовать что такое этот самый ford nox для этого нам надо будет взять такую вот машинку и на этой самой машинке забрать золото это друзья такую типа бронеавтомобиль инкассаторский не знаю не знают кого мы здесь будем защищаться но ладно черт он вообще не останавливается на этом самом бронеавтомобиле мы друзья можем перевозить золото с автопогрузкой можно так вот открыть дверки на сканер отъедем пока золото 31 поддон мы создаем какие приятные бутылочки да и вот так вот они запрыгивают в кузов этот самый броневик давайте выгрузим еще и остальное 15 поддонов так оставшиеся стоять хорошо 46 у нас таких вот штучек 95 вместимость ну прикольно на самом деле да прикольно горят просто в ford nox и он там прям такой внушительный слиток получится поддон золото в общем-то поехали посмотрим вот он друзья ford nox значится здесь куча ворот их надо подкрывать и здесь мне рассказывали что можно короче выгрузить золото и будут прям красивые красивые такие с литочки с золотом лежать внушительно а выгрузка золотом по-моему где-то в другом месте находится с обратной стороны здания это я не понимаю что какой-то на лифт похоже но я не вижу даже кнопок управления никаких они что-то вот нажал он куда-то поехал черт мне страшно серьезно ты меня просто скатал вниз и вверх я ничего не понял но ладно вообще на самом деле еще много кто мне рассказывал что у них это все дело не работало золото выгружается сзади давайте наверно выгрузим и потом уже будем смотреть что к чему надо предварительно только эту территорию купить не у нас на нее не хватает денег поэтому мы кредит возьмем насколько я понимаю территорию надо купить вот эту за 6 миллион самом деле намного проще было просто взять и продать какую-нибудь другую территорию тем более что мы их все равно сили продавать будем чем брать 6 миллионов кредита и одновременно быстро клацаю и на геймпаде и на клавиатуре чтобы как-то вообще побыстрее это все дело шло вроде как есть даже какие-то моды которые позволяют быстро брать кредит но как это изначально задумано это крайне неудобно можем максимум только 3 миллиона взять как же чудесно это все-таки это значит друзья мы оставляем ford nox под самый конец для начала пойдем зарабатывать бабло и смотреть всю самую интересную статистику и все остальное твою мать у меня аж рука устала клацать серьезно устала между тем кстати у нас тут доехал товарищ до завода чипсиков давайте его разгрузим с канолой там же вроде как и закончилась уборка то сейчас тоже веселиться будет самом деле вот эти вот последние серии всегда вот самое что ни на есть заниматься херней это ладно это и это я люблю сколько а мы не соль мы канала привезли канала все выгружайся и до комбайна уже закончили надо их тоже поразгружать давайте вот этот ману возьмем не знаю почему но мне кажется самый такой классный из всех что у нас есть да вот этого крайнего который за азии это загружать смысла нету там еще он будет собирать что-то ну ладно значит по очереди всех так оранжевый друг давай разгружайся на самом деле совсем по капельке в них этой самой каналы было значится жатку мы скидываем вот сюда и отправляем этот комбайн в магазин давай друг есть красный с тобой тоже самое друг сначала тебя разгружаем черт опять не попал вот так вот пойдет и жатку тоже бросаем здесь тебя мы отправляем правильно магазин и последний друг их зеленый маршрут мы прерываем трубу мы выставляем прицепчик разгружаем трубу мы закрываем и жатку здесь бросаем зарифмовать не получится ну короче отправляем в магазин да вот этого товарища на разгрузку канала пускай едет в наш бункер ну и как бы вроде как на этом бы и все теперь пойдем заниматься ерундой распродавать все наше имущество и технику участки и урожай которые можно продать начнем друзья с животных сейчас на балансе у нас миллион двести ха отставить у нас же друзья есть еще два больших поля на котором растет кофе и на которых растет конопля для того чтобы побыстрее убрать эти поля мы друзья возьмем три жатки по 36 метров но почему бы и нет можно даже взять в аренду них еще и скорость 30 километров в час но да вы знаете мою слабость к читерской техники не интересно буду ли я успевать разгружать эти комбайны в то время как параллельно рассказывать все остальное что у нас тут происходило и происходит сейчас в общем то и узнаем вот это друзья наш размерчик да отправляем значится первый комбайн работать знаете с учетом того сколько кофе хотя хрена узнает у меня такое чувство что он теряет что-то при сборе но ладно хотя вроде и нормально идет 18 минут а это маршрут который убирает два поля сразу нормально второй комбайн ему в помощь боже мой 36 метров охренеть и до того как я поставил третий комбайн 1 уже забился понятно все давай 3 тоже работой поехали чем-нибудь их разгружать 2 кстати уже тоже забился я думаю прицеп на 3 миллиона здесь то что нужно только сейчас еще по всему полю кататься их искать тоже такое себе пока друзья я доехал до первого комбайна 3 уже но в общем-то почти забит что я думаю что сначала мы убираем поле потом занимаемся всем остальным хорошо что еще этой жадки коллизии нету потому что как разгружаться я честно говоря вообще без понятия к тому моменту как я разгружаю второй комбайн 1 уже забился 3 до сих пор стоит вот короче вот такая вот скорость работы знаете друзья очень быстро это все дело убралось прям очень быстро в принципе это неудивительно и что у нас получилось этого поля у нас получилось 156 кубов плюс еще полностью забитый трактор на 3 миллиона литров и 520 кубов то есть практически 3 700 исходя из этого друзья я подумал что на шестьдесят четвертом поле этого самого этой самой конопли будет намного больше чем у нас в бункер вмещается в наш поэтому скорее всего я это поле уберу просто арендными прицепами и все оставлю на поле а потом они все съездят и куда-нибудь продадут но ладно сейчас не об этом давайте друзья продадим кофе который мы убрали кофе у нас продается на прайс чоппере намного ближе находится порт вашингтон но знаете ли это хрен его знает ладно пускай едут на этот самый прайс чоппер давай ей туда разгружайся ты давай есть разгружайся туда ты но и давай друг не едь туда разгружайся ты а я пока переставлю комбайны на 64 поле пошел на стати выгружаться кофе тем временем и комбайны пошли у нас работать и уже не забились ты реально не успеваешь с такой техникой везде успевать не успеваешь везде успевать именно это я и хотел сказать до 509000 нормалды пока не тут продают давайте-ка мы возьмем в аренду прицепов себе вот этих у меня есть подозрение что штук пять надо минимум поэтому в общем-то 5 и возьмем еще 5 тракторов к это будут вот такие вот джесси пишки более-менее быстро ездит 150 2000 еще плюс этого грузовичка но он не полный был а пока вот этот разгружается я побыстрому перегоню на 64 поле джесси пишки наш самом деле делается это все довольно таки просто мы цепляем прицеп и просто туда телепортируемся и все но еще почти три миллиона у нас получилось с последнего прицепа значится что мы делаем дальше у нас тут друзья на базе лежит еще до хрена всего и этого до хрена всего тоже надо продать начнем с того чего здесь много а того чего мало в принципе может быть и оставим потом типа вот 14 кубов пшеницы ну 14 кубов пшеницы продавать на такое себе а вот например 3 миллиона ржи имеет смысл продать правильно правильно да и принципе есть тут более-менее дорогие культуры типа того же кофе он лежит короче говоря смотрите я щас запускаю все от этого дела на продажу параллельно убираю 64 поле в конце смотрим насколько у нас баланс увеличился ну что ж друзья поле у нас убрано а баланс наш увеличился еще на 10 миллионов путем продажи того что у нас лежало на базе что у нас еще осталось еще не продано значит смотрите пшеница и и как бы нахер 14 кубов ввести такое себе удовольствие бабы сейчас у нас еще один чел заберет отвезет про 140 кубов 6 останется фиг с ним сахарный тростник тоже мы продаем его было около 6 миллионов пускай продается семена останутся их продать некуда мы на смесь насколько я понимаю тоже продать некуда щипа пускай остается силос у нас сейчас тоже продается приедет заберет товарищ трава сена солома друзья я решила стоит там цена 50 евро за клуб но то есть не сильно дорого получится навоз сами понимаете известь видимо тоже пускай остается и клевер у нас еще тоже продастся ну и режим 1000 пускай лежит в общем то где-то миллион сверху наверное мы еще получим то есть у нас были довольно таки большие запасы также друзья у нас еще запасы есть вот здесь я сначала подумал тоже еще съездить продать все отсюда но потом подумал это долго продам только то что мы производили то есть карбонат кальция гипс кто там еще у нас было известь то же самое отсюда можно прицепчик продать было бы но думаю ладно плюс друзья когда мы будем продавать этот сам бункер она все сама продастся поэтому ну ну и ладно в общем пускай остается а пока она все друзья еще ездит продается поехали посмотрим точнее пойдем пойдем продадим наших лошадок только вопрос где они или они за рынком то да они у нас за рынком и к ним давно не ходил уже они прокачались на 73 процента до сотки не докачались увы но что поделать слишком поздно я их завел поэтому будем продавать так прямо вот отсюда так закон уже полон с правой стороны мы переносим на левую сторону и 500 тысяч загона мы получаем а у нас их аж 4 но так и неплохо в принципе еще миллиончик получается еще продаем и последнюю тоже продаем итога у нас уже 16 700 но и это не предел коровки насколько я понимаю если их продать то они сильно много денег нам не принесут но мы их все равно продадим у нас два коровника черта вот коровок у нас намного больше хотя до денег они нам тоже принесут нормально миллиард кликов просто миллиард кликов еще друзья полмиллиона получается да черт еще полмиллиона с коров нормально и то же самое делаем еще в одном коровнике опять просто класса не бесполезная а ладно еще друзья полмиллиона нам приходит 17 700 уже дальше друзья в принципе можно заняться продажей техники которая нам уже точно не нужна будет но мне как обычно интересно посмотреть статистику значит чизель-культиватор 261 гектар он закультивировал маленький четырехметровый на самом деле это довольно таки внушающая такая цифра есть еще 2 который 273 ну примерно плюс минус то же самое также у нас была маленькая возилка на 14 кубов она почти миллион ну ладно тут до миллиона литров далеко 779 кубов она перевезла накатала почти 2000 километров тоже неплохо кстати далее наша посыпалка известью я последний раз друзья опаньки еще удобрения остались удобрение я продал кстати очень жирно с удобрений получилось а так вот удобрена известью 414 гектаров но это только наши поля были чужие поля известью не посыпались удобрена 302 гектара это вот и последний раз я наверное там 80 поле пару контрактов сделал тоже довольно таки внушитель хотя удобрение использовано всего лишь 60 кубов наверное это было все-таки одно поле максимум 2 больших пробега не сильно много но опять-таки известь это все-таки редкое такое явление далее водовозка ничего не изменилось маленькая вода возочка наездила 600 километров перевезла много воды она кстати перевезла то дома все время и озеро ей заполняли и так далее культиватор наш обычный культиватор и на контрактах работал почти 1000 гектаров перекультивировал и почти тысячу километров накатал неплохо наша стандартная посыпалка известью которой я посыпаю точнее удобрял к которой я работал но до недавнего времени с самого начала этой карьеры 3000 километров она накатала удобрена почти три тысячи гектаров площади использована удобрение 765 кубов охренеть это довольно много наша селка тоже кстати много контрактов она выполнила засеяно 2600 гектаров с помощью нее удобрение это только наши поля 386 кубов контрактная я не удобрял сами понимаете ну и семян потрачено один миллион четыреста тридцать кубов семена мои все производили так что тут это все нами лично произведет на есть у нас еще один комбайн для корнеплодов 120 гектаров всего лишь а нет 120 гектаров это жатка с луком а так 404 гектара и намолочено урожая 32 миллиона литров даже почти 33 пробег 1000 километров это много для такой штуки наша большая водовозка перевезено 12 миллионов литров воды почти 13 больше 1000 километров тоже она накатала еще у нас есть фуражный прицепчик с помощью которого мы травку возили 54 черта почему я с помощью этой штуки не повез на продажу силос я вообще забыл на самом деле про нее 712 километров пробега 54 миллиона литров перевезено это вот мы соломку им собирали травку им собирали может быть и даже и перевозка каких-то минимальных она участвовала волковая жатка тоже кстати давно я не пользовался никакой статистики по ней нету пробег 115 километров немного раз уж кстати волковую жатку вспомнили давайте еще и косилку нашу вспомним я очень давно не косил ей траву 250 гектаров обкошено соответственно и заволковано то же самое пробег 704 километра еще у нас есть маленькая водовозка тут поскромнее 725 кубов она всего перевезла но она на 30 кубов сама по себе по емкости еще 700 километров она на рулила охренеть это все что у нас стоит на базе техника у нас еще есть это во первых наши комбайны друзья тут вообще внушительные цифры этот комбайн у нас комбайн наездил 1700 километров чтобы вы понимали это один из трех причем до этого у нас еще маленький был и до этого еще другой классовский был и намолочено зерна 52 миллиона литров также попозже мы взяли еще один комбайн который наездил поменьше 1356 километров и 41 миллион литров он намолотил ну и потом мы докупили 3 комбайн он даже 1000 километров не наездил хотя все равно цифра внушительная 824 километра пробега и 23 миллиона литров на молочных зерна это много также из тех кто у нас катался и уже освободился в принципе от всех работ возилка на 140 кубов перевезла 28 миллионов литров наездила почти две тысячи километров тоже много давайте-ка мы его вот просто остановим здесь и бросим потому сейчас тут и технику все равно продавать все будем товарищ который у нас поддона возил почти 800 километров на рулил и раз уж кстати я вспомнил его у нас есть еще два которые возили контейнеры поддоны и все остальное 2700 тоже внушить это вот просто чтобы вы понимали что за карта это сплошные разъезды и 3002 много ничего не скажешь еще один товарищ у нас освободился кстати можно его здесь тоже бросить как я уже сказал технику мы будем все равно все продавать у нас одна из первых возилок которая появилась этот ман тоже наездил почти три тысячи километров и 153 миллиона литров перевезено он у нас на 520 кубов также ман на 540 кубов который с прицепом он всего лишь 28 миллионов литров перевез но он использовался не так часто и накатал он меньше тысячи километров но он у нас появился наверно один из последних и еще одна возилка которая тоже много отработала я еще нужно съездить отвести последний клевер чуть больше чем полторы тысячи километров она проехала и загружена 60 миллионов литров блин если сложить все эти цифры это же вообще хренеть сколько получится но миллиарда мы получается не навозили а еще же сибишка есть 21 миллион литров она навозила прицепом по 50 кубов внушительно одно и самое последнее наш товарищ который появился да он на 3 миллиона литров 48 он уже перевез 300 километров наездил но вот самые большие такие вот перевозки возлагались на него понятное дело что ко всему прочему я часто брал технику в аренду вот эти вот прицепчики на 3 миллиона литров для того чтобы перевести там и уголь песок и все остальное в общем то не знаю сколько там сверху еще можно накидывать но и не важно с одной стороны читерство конечно с другой стороны представьте сколько времени это мне сэкономило если бы я все это дело не записывала на видео не делал бы из этого ролики в принципе я бы играл стандартной техникой раньше я так и делал и в общем то много наиграл также друзья у нас собралась конопля я же совсем про нее забыл точнее не забыла ждал пока у нас продастся все остальное принципе почти все продалось конопли получилось почти три полных прицепа я думал будет больше если честно хотя с другой стороны у нас и поле не полностью было засеяно так что давай друг выгружайся вот этого товарища мы поставим выгружаться сейчас одновременно с ним я надеюсь они смогут вдвоем они будут друг другу мешать нормально пойдет и вот этот не полный 2 миллиона здесь всего его мы сейчас тоже поставим выгружаться неудобно и вот эти джесси бишки за счет поворотных колес я знаю что можно выключить леник тянуться клавиатуре во давай тоже разгружайся и наш баланс растет растет очень внушительно я вот перед записью видео посмотрел плейлист по золотому колосу там где я занимался такой же ерундой и распродавал все но там что-то около 20 миллионов было хотя я не видел спятом продавал участки а в голове у меня что я продавал участки но что было такое 458 тысяч это силос у нас продался но в теории с конопли там ценник что-то около тысячи чуть меньше должно получиться чуть меньше 8 миллионов 7 700 для замечательно просто отлично и последний клевер у нас сейчас тоже продается там совсем мелочь в этих масштабах конечно совсем мелочь да также у нас есть еще друзья можно продать много продукции которая на теплицах на некоторых производствах и так далее на садах но я друзья подумал что я не буду возить продавать это очень долго когда мы один раз нам очень нужны были деньги мы продавали вот это вот озеро вместе с ним про продалась вода или ил который здесь был потому что он тоже на глобале то есть насколько я понимаю все ресурсы производстве и все продукты производства они тоже продаются если вам продаем это производство сейчас мы в общем то это и проверим продадим например яблочный сад его цена 22000 а на балансе у нас 26 767 то есть 26 790 у нас должно стать после продажи яблочного сада а на производстве еще имеется продукта они будут проданы на сумму отлично смотреть даже пишется на какую сумму будут продукты шикарно значит продаем все сады вообще 76 тысяч орешки вишенки 40000 еще дополнительно кстати сады в разную цену идут она интересно идет в ур нет она идет все в другое но значит потом заценим графу другое в общем то все сады продаем везде тут по 80 тысяч по 80 по 90 по 70 50 и так далее это уже пошли у нас теплички тут тоже у нас везде теплицы все забиты практически единственная тыквы мы недавно доставали для пивасика но у ценники тут по 50000 в среднем прилетает еще дополнительных с каждой теплицы почти 30 миллионов мы уже наколупали погнали дальше тогда производство эти продавать лесопилка вот как раз начинаем с производства на лесопилке еще 109 тысяч дополнительных всякой штук лежит производство бумаги тут немного 23000 производства дсп 1000 а ну да там я последние дсп потратил на стройку завода чипсов производство планок было запущено но там тоже сегодня много производство поддонов 12000 поддоны недорогие измельчитель досок там наверное щипа какая-то минимальное количество резала склад лесхоз продукции тоже продаем там всякого барахла на сто сорок шесть тысяч у нас лежит далее друзья камни дробилку продаем тут на пятьсот сорок три тысячи но там почти забита и известь и гипс и все короче забита это мы тоже продаем клеевой завод мы тоже продаем 100000 там чего-то лежало завод гипсокартона продаем там тоже 100000 хотя оттуда даже не хватало на стройку гипсокартона насколько я понимаю кроме продуктов ресурсы тоже учитываются цементный завод 372 тысячи и стали литейный завод миллион там лежит продуктов на миллион охренеть также склад стройматериалов мы продаем там еще миллион у нас лежит динамитный заводик мы тоже продаем это копейки фермерский рынок продаем на производстве имеются продукты что там лежит там же все должно было про там мусор может лишать кстати на это ладно золото промывающую установку тоже продаем золото там нету производство пчелиных ульев продаем тоже за копейки пчелиные домики тоже за копейки оба черт их тут несколько поэтому выбило какие компостер продаем там что я думал что компостер побольше будет компост так-то дорогой топливный завод 534 тысячи денег там дополнительно еще тоже лежит склад фруктов и овощей кстати миллион там столько нет знаете у меня есть еще подозрение что учитываются материалы которые были использованы для постройки склада там же все-таки много там цемента возили и так далее так что мы сейчас чуть ли не все вернем то что было потрачено хранилище метал плюс тогда тоже продаем а вот у кстати моего тоже строили за много ресурсов и там всего лишь 223 просто на складах на складе вот этом который здесь стоял садов теплиц там ничего толком не было он был чуть ли не пустой не знаю как это работает тогда коровники соответственно тоже продаем и здесь нам денег никаких не возвращают то что там лежит а то что там лежит этот навоз молоко она просто исчезла я понял ладно чё страшно модули электростанции о придется кликать да ладно покликаем то что там уголь это мне тоже не бы не не предлагает на самом деле что там еще надо что-то мне вернуть нет просто продано зданий хотя там уголь мог закончиться интересно вот когда мы будем продавать электростанции во сколько оценят электричество которое мы там произвели так с этими модулями еще заколебаюсь на самом деле мне кажется проще взять клавиатуру и мышку да так будет проще намного быстрее или не намного да они пустые я их давно не заполнял тут даже поддонов с электричеством нету на самом деле а вот тут есть и вот тут на производстве есть да вот на эту угольную станцию я чё-то привозил и она вот видите до сих пор работала понятно и тут еще много электричества осталось которая никуда не поместилась интересно вот это электричество будет учитываться или нет при продаже электростанции потому что это уже прям переполненная то что не влезла в саму электростанцию на этой электростанции тоже самое черт почему почему куда ты поехал тут электричество осталось много и вывести и вот наверно продать никуда нельзя то есть посмотрим сколько емкость этих батонов я прям интересно стало они не полные по 100 кубов они я понял они не полные здесь ладно 43 миллиона у нас есть идем дальше все продавать а постройки у нас закончились осталось только техника из построек дополнительных у нас еще остался гаражи на базе но я их не буду продавать потому что это то с чем мы начинали это нечестно будет и наш элеватор семян тут на 180 тысяч лежит мы на смеси на 240 остальное но так по мелочи на самом деле права сена солома ради этих денег это продавать я как-то но не видел смысла продавать моего не будет а вот это вот мы продадим и тут довольно таки много всего известняка на почти на миллион не знаю насколько честно конечно то что мы в конце продаем этот песок но уже ладно сейчас друзья продаем всю технику с техника у нас еще выгоны для лошадей пока что продано техники на 2 миллиона выгоны для лошадей конечно копеечные на самом деле я сейчас смотрел пока листал эту всю технику она обесценилась капец как она все остальное по есть у нас еще постройки силосная башня да там немножко силоса осталось или травы наши вот эти вот склады рулонов надо было туда отвести весь силос всю траву все сено и все было бы нормально производитель семян и удобрений кстати у нас еще тоже есть 183 тысячи но там чисто вода и ил и навоз так дисплейчики тоже мы продаем они копеечные зачем я все это делаю ей без понятия вот это дерево кстати мы по он тоже ставили сюда строили нет или мы вокруг дерева не помню а водонапорную вышку кстати тоже продаем и зарядную станцию мы тоже продаем все а еще есть будка с собачкой давайте тоже продадим кстати 69 дней получается у нас карьеры прошло и на балансе 50 миллионов денег но так из аренды технику кстати тоже наверное все надо сдать по-быстренькому броневик не будем сдавать но жатки отработали полтора часа два поля убирали два гигантских поле кстати ну и друзья осталось принципе только территории продать начнем наверное друзья с полей опять-таки вот эти поля мы продавать не будем а вот остальное все мы продаем смотрите стоимость участка 429 тысяч у нас на балансе 50 миллионов то есть 50 с половиной миллионов должно быть но на балансе еще лишний миллион добавился потому что там что-то было в общем-то этот участок за 600 тысяч мы продаем место где наши заводы стояли тут 200000 на еще карьеры между прочим у нас есть были до хренич до хренича денег мы реально в бухали но чисто по территориям мы наверное тут и больше денег наверное заработаем 5 половиной миллионов от медный рудник точнее бокситовый медные еще почти 5 миллионов остальное все заводы насколько я понимаю там просто другие цифры совсем пойдут а поле за 5 миллионов мы тоже продаем наши поля мы тоже продаем 318 тысяч 250 тысяч это такое небольшие цифры 420 вот эти уже поля побольше 600 500 и 800 719 сейчас тут все это обновится тоже какое-то другое по продавалась с территории что это без понятия проданных участков на 4 миллиона а ладно я думаю что мы кстати больше чем 100 миллионов то поимеем в конце я друзья жду пока вот это все обновится потому что мне интересно потом вот это самое другое с каждого завода конкретно отдельно посмотреть сколько там осталось каких-то товаров ресурсов и так далее а еще мы не будем продавать муниципалитет кстати чтобы у меня мосты здесь остались хотя можно его продать кстати да у нас же осталось еще там эти самые гробы остались просто с прошлой серии и на все по продавал и у меня везде 60 fps of не техники не объектов и мне сейчас аж непривычно бегать а так вот она разумеется тут переработалась мертвое тело эти самые гробы можно выкинуть где-то они здесь должны появиться вот они мертвое тело ну и в общем то как я уже показывал друзья вы можете поставить кладбище куда-нибудь и туда это дело продать заработаете в общем-то денежку на этом я кладбище друзья уже ставить не буду говорят кстати довольно выгодное занятие если что но выгоднее чем подарки по крайней мере в комментариях под прошлой серии так написали я не буду покупать я их похороню так не повезло им со мной я знаю как есть ой чё поделать так у нас перестали вот эти спамиться надпись поэтому давайте продолжим продавать участки давайте начнем с электростанции продаем восточную и другое 75 евро и все да никаких вношительных сумм мы сейчас здесь не увидим ясно понятно ладно эта электростанция которая не сильно много работала может электричество здесь и не стоит ни хрена давайте южную продадим там уже другого на 198 тысяч понятно интереснее западная в которой до хрена тоже было электричество стынь и да там было до хрена электричество и 625 тысяч мы с нее получили но и прям до хрена электричество нас было на северной и я не помню как они все называются поэтому я так знаете порозе ветров стынь 650 тысяч оттуда мы тоже получили прекрасно а мусорный завод ну давайте продадим его он нам обошелся в 3 миллиона в свое время 150 евро что-то там лежало я не знаю а может быть это фонари кстати еще но неважно еще 130 тысяч там мусор и его переработка насколько я понимаю далее завод который мы один из последних ставили с вышками 63 тысячи скорее всего баг по его продаем и там на 91 тысячу чего-то еще лежало и не немного если честно далее медный завод 786 тысяч мы его строили кстати и тоже не сильно много ресурсов которые там но там их действительно немного то и было поэтому поэтому немного и получили а вот карма например там много чего он лежать осталось так что тут может нам чем теперь пойдет 1700 за завод и 600 одна тысяча другого того что там лежало и так по мелочи еще под соточку ресурсов тоже поинтереснее цифры алко и металл там много ресурсов было он медленно работал там именно ресурсов много продукции немного стынь и 540 тысяч на остальном неплохо что еще стекло я не помню забивал ее до конца 7 тыс 7 миллионов завод 300 тысяч еще сверху бонусом сахарный завод там кстати много чего может лежать найти его тоже продадим три с половиной миллиона и 354 тысячи остального я думал будет больше заправку кстати можно продать там почти столько кубов топлива лежала 229 тысячи 44 тысячи на топливе завод булок друзья мы продаем без загрузений совести кстати как он там отработал нет а сколько мало заводов осталось так приятно здесь слазить хлеб завод но по 37 кубов хлебушка он нам сделал и мы без загрузений совести это все дело продаем миллион четыреста за сам заводик 100000 другое и 946 тысяч еще другое другое и 110 миллионов у нас на балансе кстати уже больше сотки также дал электроникс мы продаем за 2 миллиона мы его тоже вроде как строили там не сильно много чего лежало поэтому не сильно много денег мы получили мукомольный завод друзья мы тоже продаем миллион он нам обошелся мы его не строили 205 тысяч там еще какой-то муки зерна лежала 10 половиной миллионов за нефтяной остров но и там по мелочи то что мы топливо привезли буры нефтяную вышку и так далее вообще какова цель карьеры было это сделать все больше ничего нету да конечно да ладно это было не цель карьеры но одно из основных что надо было сделать это пиво и чипсики почему бы и нет поэтому друзья надо их оттуда в игру а молокозавод у нас еще есть я про него забыл мы оттуда много чего увезли кстати а где он а вот маленькая пупучка 120 тысяч и 270 тысяч еще на другом так вот что я говорил я говорил про пиво и чипсики значится выгружаем ящик лагера создаем поддон и выгружаем ящик чипсиков со сметаны сметаны и луком или classic надо выбрать что-то одно и нифига она не успела отчеток медленно 167 литров в час черт я думал что а вот побыстрее и вот я рассчитывал что я около пяти часов буду записывать это все дело и к тому момент у нас появятся чипсики а я не могу даже потом сделать значит мы мотаем время мотаем сутки и следим что туда как они вообще медленно производят электроэнергии нету черт и они не будут а я уже электростанцию продал это я обосрался конечно охренеть шо делать можно конечно купить электростанцию а друзья значит остались мы без чипсов благо хоть пиво есть значит тогда мы забираем оттуда давайте еще или заберем один поддончик и вишневого вот этого пшеничного свишу я люблю вишенку поэтому с вишенкой мы и забираем мотаем время чтобы было светло черт как аж солнце в глаза жахнуло и друзья мало конечно кто знал да скорее всего никто не знал потому но у нас вот здесь вот гараже стоит крузак поэтому мы его берем цепляем к ему прицепчик да я его не продавал а вот цепляем значит этот прицепчик и едем за пивом теперь это пиво еще надо найти а вон она а вот она все стоит значит грузим это все дело на поддоны точнее на прицеп а пиво-то кстати уже много здесь произвелось то насколько я понял завод стоит или почти стоит значит что-то заработаем привязываем это все дело ремнями и сваливаем отсюда сваливаем отсюда почему потому что этот завод час наверное уничтожится последний участок с пивзаводом мы продаем и с чипсами мы тоже продаем за проданы участки деньги мы получили другое 890 тысяч скорее всего это именно пиво а может и ресурсы на стройку хрен его знает в общем то друзья до жизни что называется удалось почти 130 миллионов денег на балансе есть крузак есть три ящика вкусненького пивка щипсиками не удалось на но и и поэтому наверное мы можем смело господи неуправляемая вообще хреновина скорее всего мы можем смело отсюда сваливать и больше не работать джек жалко конечно что денежки у нас зарабатываются не таким простым способом как в игре да я имею до в реальной жизни я бы от такого количества денег нет к заданию кто бы не отказался а друзья еще самое главное это статистика статистика нашей игры 525 часов у меня ушло на эту карьеру двести двадцать два контракта я сделал остальное все если вдруг кому-то интересно а вот оно на ваших экранах спаха на гектаров все это объединение полей было да немного а так вот короче говоря карьера у нас это на этом заканчивается кстати не буду удалять этот сейф я сделаю backup я даже сохраняться не будут чтобы вот этой всей вакханалии то что и чем я занимался последние два часа не было то есть если вдруг мне стоит стрельнет в голову продолжить эту карьеру я ее смогу нормально продолжить и будут все заводы и будет все прекрасно но это очень вряд ли потому что я не знаю чем здесь еще можно таким заняться так вот раз уж карьера закончена друзья напишите пожалуйста комить комментарий как вам что спонсором большая просьба в первую очередь так как вы посмотрите это дело раньше чем все остальные напишите еще по поводу ваших пожеланий на будущее может быть какие-то игры хотите увидеть может быть какие-то карты вы знаете может еще что-то ну короче не поленитесь пожалуйста я не так часто прям вот так сильно прошу такая надобность написать комментарий вот сейчас прямо надо ну и в общем то всем огромное спасибо за просмотр всего этого дела спонсором опять-таки огромное спасибо за поддержку на бусте если что уже следующее прохождение если я и конечно буду делать если на этом мой канал не закрывается то в общем-то на бусте там уже все давно есть как-то так все друзья огромное спасибо за просмотр всем покаки ах да мы же форт нокс хотели посмотреть давайте посмотрим не знаю правда как это будет работать и будет ли работать давайте купим этот участок а форт нокс у нас здесь появился кстати в глобале форт нокс хранение золото 2 миллиона литров охренеть мне даже золото давайте скинем его туда заедем с той стороны черт друзья я просто все по удалял технику все по удалял ни малейшего даже намека на подлагивание нету кайф так наверное как то так это все дело надо выгрузить или может давайте выгрузим это прям все в кузов она интересно попадает с кузова все видимо нет или попадала не попадала кстати давайте сюда вот так вот с разбиву сдвинь во сейчас точно должно было попадать в общем то эта штука нам тоже больше не нужна мы ее возвращаем продукты золото ресурсы золото что-то даже уже при перекинулось получается погнали бродить поэтому форт ноксу искать наше золото какие-то вот комнатки есть скорость наверное стоит черт скорость поменьше не делается все нормально отлагала правда пришлось немножко перемещаться в этих комнатках нифига нету кто-то говорил мне про лифт что на лифте можно куда-то спуститься что-то увидеть я вообще ничего не наблюдаю сейчас может я мало золота привез и где-то она есть сколько я здесь хожу комнаты все пустые есть еще второй этаж мне почему-то кажется что золото конечно должно быть в подвале логичнее было бы всего делать и соответственно спуститься туда на лифте но здесь он куча комнат и нету ничего хотя он даже решетки есть на окнах но в теории как бы место должно быть защищенное правильно ладно поехали спустимся на лифте попробуем где-то же я его видел он катался к я заблудился еще не понимаю где нахожусь так лифт наверно здесь это наверное он такс вроде бы мы поехали о вот она вот он сейф кстати мне говорили что можно динамит привести нет мне такого не говорили а как отсюда потом выбраться если лифт уезжает и не-не-не-не откройся откройся счет его на лифте мы сюда спустились ну и что здесь у нас золото нет короче мне в комментариях давно писали что можно учета даже взрывать взрывать какие-то сейфы золото я без понятия что это это мое золото это не похоже на моё золото но комната какая-то нестандартная народ я тут все подкрывал блин фиг его знает это ли мой слиток зон вот эта комната единственно которая отличается если это она то я бы не сказал что это выглядит как-то супер красиво или внушить но мы сюда сколько мы девять кубов привезли да они уже все перекинулись хорошо давайте мы их отсюда создадим один поддон что меньше она стала меньше она не стала тогда вопрос где мать его мое золото вот еще можно спуститься господи опять миллион комнат и в каждую заглядываешь как дурак и чё здесь разумеется не находишь чё здесь нету насколько я понимаю поддон золотом будут примерно такие же листы а может быть слитки на один отсюда выбраться теперь а то мне расскажет ладно я знаю простой способ можно отсюда просто телепортироваться ну короче нигде в здании золото не нашел опять-таки тут большая емкость большая вместительность может быть со временем она все будет забиваться можно кстати это проверить а есть у меня один способ а мы выходим сюда вызываем лифт он спускается и я понял ладно прикольно а вот поддон с нашим золотом но такие да прикольные слиточки ли но мне чтобы это проверить свою задолку надо сохраниться сохраниться я не хочу сохраняться я не хочу ладно может быть когда-нибудь давай обратно падай может быть когда-нибудь я это посмотрю но не обещаю в общем то еще раз всем пока кир